Занимаетесь именно черной магией, то есть чернокнижей, вы должны понимать, что дьявол тоже требует еды. Он требует жертвоприношений, как говорится, от вас, почтения, восхваления, чтобы у вас связь налаживалась чаще. Вам нужно восхвалять эти силы, допустим, везде вол там, демоны в чернокнижей тоже часто, да? То есть вам нужно выполнять их печати рисовать. Вам нужно всегда, как говорится, вот эту доктрину определенную, вот этот пакт, который вы заключили формально, раз вы начали работать с этими силами, вы заключили с ними сделку. Вы должны осознавать, что в чернокнижей есть одно «но». Чтобы себя не разрушить и не уничтожить, вы должны все равно со светлыми поддерживать связь, чтобы внутри вы были светлой, а внешне, как говорится, темная энергия, да? Это равновесие. Также, если вы работаете с покойниками, мертвыми, тоже приносятся дары определенные. Но, естественно, покойнику вы должны, если с родственником, вы должны знать, что он любит, что он кушает, да? Естественно, должен соответствовать день планетарный, возможно. Часто в западной, допустим, демонологии, это чернокнижей и есть, как говорится, «соломоновской» в кавычках, потому что это копская магия перемешанная, там чаще все соблюдается. В какой планете, в каком часу вы выполняете ритуал? Это очень важно, в какой час какой планеты, да? Потому что, если вы не знаете этого, будут ошибки, и не будет столь эффективен ваш ритуал. То, что многие делают, показывают, что они что-то знают в ретничестве или ретничестве, или чернокниже, это видно по их ритуалам, по их атрибутике, потому что, естественно, должен быть жезл, как всегда, да? Чаша ритуальная, жаровница, как говорится, определенные резцы, составляющие ритуальное с деркала, алтарь сформированный у кого-то деревянный, у кого-то из ясеня, у кого-то из дуба. Всех по-разному, смотря какая магия, какая структура, и какой культ, и какое отношение к этому, естественно. И смотря с кем вы работаете, с мертвым миром, и так далее. Если вы сегодня привлекла мертвая энергия, вы побежали, тупо думая, что вот сейчас я стану, как говорится, тут некромантом целым, ничего подобного. Вам нужно изучить алтарь, призыв, особенно защиту на себе иметь, даже работая с чернокнижем, с демонами, или, как говорится, некротикой с духом мертвым миром, кладбищем. Вам нужно всегда понимать, что игры эти закончатся. Когда они закончатся, вы будете больны, будет откат, будут последствия, потому что эта сила тоже себя защищает от вас. По сути, от вашей тупости, от вашей безграмотности. По сути, она вас учит и объясняет таким образом, ударяя несколько раз по вашей кочерыжке, чтобы до вас доходило, что в таком маленьком возрасте, 12 лет, сидеть и мне писать с какого-то аккаунта, допустим, да, и говорить, что вы такой великий чернокнижник или великий веретник, при этом не создавая ничего своего. Последнее время, кстати, если так задуматься, никто не создает новых текстов веретничества, никто не создает новых текстов чернокнижей. Все копируют друг друга, берут темы, берут то, что уже известно, вот это, знаете, такая каша, кто-то отжевал, как говорится, и жвачку отдал другому. Я пытался как-то внести это, но я понял, что просто воруют, и потом это все распространяется, присваивается, труд нужно ценить, ну, бес накажет всех, называется, потому что все-таки бесы разумные, они не глупые, они все видят и понимают. Демоны также все осознают, но вы должны понять, я говорю. Дети не должны заниматься колдовством, лезть в это, как-то погружаться в это. Рано, рано, понимаете? Рано сломаете себе психику, сломаете свое здоровье, уничтожите жизнь своих родственников, потом вы будете удивляться, почему вас все ненавидят, почему вы такой закрытый и так далее. Будут депрессии постоянные, постоянно проблемы с психикой, постоянно какие-то биологические процессы, то есть быстрое старение или, наоборот, отказ каких-то органов. Это расплата, потому что вы не соблюдаете правила, вы что-то не знаете, вы что-то не изучили, вы что-то в тексте получили текст из интернета откуда-то и сделали неправильно. Потом мы видим, что, оказывается, там текст-то не полный, где-то он полный, а тут у вас нет, где вы нашли. Поэтому лучше, я и говорю, нужно первоисточнику обращаться всегда и всегда нужно изучать это. Нужно переставать бегать в общинах, всяких вот этих чернокнижных тусовках и как-то самоутверждаться там. Я понимаю, у вас, как говорится, есть свои какие-то цели, амбиции. Это нормально, каждый человек амбициозен. Мы все пытаемся добиться в жизни чего-то, но можно добиваться не в интернете, а в реальности. Потому что многие чернокнижники последнего поколения или маги, или веретники, или ретники, они только обложка. Уберешь обложку, что дальше, кто вы есть? Гадалка? Никто. Домохозяйка, которая самоутверждается, потому что что-то не добивалась в жизни своей. Поэтому путь чернокнижный, я говорю, очень жесток. Он будет вас испытывать. Он вообще-то создан, веретничество тоже создан для духовного развития, понимаете? Для духовного. Многие печати не просто так созданы. Допустим, если мы посмотрим печать Енаха, если кто знает, как она создана. Ну, естественно, никто. Раскрою секрет. Конечно, я об этом пожалею потом, потому что эта информация разлетится сразу. Ну, что ж. Как говорится, я ничего не потеряю. Дело в том, что один из создателей веретников, так сказать, печати не было особо. Но тогда кое-кому нашептал бес и сказал, возьми бумагу, сходи в туалет, отлей, как говорится, и прикоснись к головке полового члена. Он прикоснулся. И получилась круг и полоска. Вот так появилась печать Енаха. То есть, фактически, это символ фалоста спереди. Да. Поэтому многие люди, естественно, не понимают этой символики и делают огромные ошибки, что вкладывается в это. Понимаете? То есть, что вкладывается в этот символ? Это не просто полоска, как некто геатву, это в круге руна Иса. В хронологии это не имеет отношения никакого. Сразу скажу, если вы работаете с чернокнижем, с рунами нужно немного притормозить свой процесс. Потому что, если вы начинаете работать именно с чернокнижем, то будет война с рунами. С литерами, глифами тоже война. Хотя, по сути, с соломоновскими глифами не очень. Да. То есть, по сути, если мы посмотрим по Корану, то это все нарушения тоже законов их мусульманских. По сути, это здравствуй веретничество другой типа, да, другого. То есть, это только уже с джинами, так сказать, да, работа. Но это структура одна, такая же энергия огня, как говорится, пламени и пепла. Поэтому, проходя этот путь, нужно понимать, что чем вы пожертвуете, что вы потеряете при этом. Что вы приобретете. Если вы просто тупо тратите свое время, свое, так сказать, здоровье на эту энергию, потом вы откажетесь от этого, но от веретничество чернокнижей, перестанет заниматься черной магией, чистки делать, какие-то откупы, допустим, и так далее. Но вы должны понять, что таким образом, переходя в другой эгрегор, допустим, там, христианский, еще от черной магии именно, да, прибежите куда-то. Надеоли, напакостились, как говорится, и побежали. Одна ошибка ваша в том будет заключаться в том, что тот эгрегор вас будет воспринимать потом снова на низшем уровне. То есть, в черной магии вы чего-то добились, повысились. Потом вы переходите в другой эгрегор, и вы снова на низшем уровне. Вам придется долгое время снова тратить, по сути, это уже до самой смерти, наверное, да, если полжизни занимались этим, теперь этим. Вот. Поэтому с самого начала, я говорю, вам нужно просто... Это взрослый разум должен быть. Это осознанное должное решение. Духовно вы разовьетесь. У вас разовьются какие-то способности, влияние на электричество, влияние на умы людей, понимание, что люди хочут. Особенно хорошо, когда с черной магией работаешь и бесами, быстро развивается телепатия. То есть, если, допустим, у вас заложено ее не было, она автоматически становится. Многие думают, почему-то люди, что именно работая с черной магией, обязательно будут какие-то бесы, черти вам что-то нашептывать. Это бред. Это происходит автоматически в вашем разуме. Просто ответ. Вы просто его знаете, и все. Все. Я не могу вам это объяснить, как это работает, потому что у вас еще уровень, наверное, маленький развитие. Поэтому, когда вступаете на этот путь, поймите, что другим вы человеком уже не станете. У вас уже, как говорится, энергия поменяется, вы уже смешаетесь, как в банке черное-белое. Потом отмыться не получится. Вы это ничего не сделаете. Это уже в кровь везде проникнет. Понимаете? Когда человек говорит, я все отказываюсь, я пошла в церковь от черной магии и так далее. Ну, я сомневаюсь. Придет время, ее прижмет так сильно сила эта, что она скажет, ой, да все, короче, так, сейчас быстро, сейчас я попусть делаю тут ему. Пару свечек и стакан воды и кроты ему. Прям в церкви. Так что нельзя отказаться. Это уже в вас. Это вы уже натренироваетесь настолько на автомате, что вы уже выполняете это на автомате, эту функцию. Понимаете? Это зависит от ваших эмоций. Хотя контролировать нужно учиться в магии. Но отключать совсем нельзя. Магия без эмоций, ничего у вас не работает. Понимаете? Без негативной состояния злости ни рассорку, ни отворот не сделаете. Без, как говорится, сексуального возбуждения. Вы не сделаете преворот в сексуальное возбуждение. Да? Ритуал магический. Ничего не будет. Поэтому нужно это осознать. Плюс ошибки многих чернокнижников, в кавычках чернокнижников, вот таких, шизотериков. Читание по книжке. Я такая вся записульки, книжечки мои и так далее. Вообще-то все учится наизусть. Вся черная магия, все ритуалы учатся наизусть. Представьте такой момент. Вы приходите на кладбище ночью, и откуда-то старуха появилась тут. Ходит тоже, да? И вы решили ритуал быстро сделать и смотаться, так сказать. У вас ничего не получится, потому что вы достаете свою книгу, трехтомник Ильича, и начинаете читать заклинания. И вас просто тут эта старушка-фанатичка церковная у вас просто... Не потому что она тоже, возможно, в молодости дед занималась, или всю жизнь занималась, а потому что так. Надо долбануть дуру, чтобы, как говорится, вы поняли, что это нельзя так делать. Ой, глупость. И вот вы стоите с книжками, с листочками и читаете на кладбище. Это ужас. А в церквях-то, наверное, так же. Это же смешно. Все заучивается наизусть. Наизусть. Опытный человек-маг. Черный. Он отличается тем, что... Он знает наизусть эти все ритуалы. Он на автомате их выполняет. Если ему на... Он быстро так или это сделал, он уже не напрягается. Он механизм ходячий. Думаю, что черная магия именно какое-то зло несет, эта глупость. Сколько черная магия сильнее снимает порчи, сильнее снимает родовые, сильнее помогает людям и быстрее, скоростнее эффект. Ну и платить, естественно, придется нормально. Не просто тупо бутылку пива под дерево вы отнесли, да? Но реально придется платить потом. Реально. Более такими вещами, которых потом не задумаетесь. Некоторые думают, что они отнесли отку, вот, допустим, в чернокнижи или с покойниками работая, да? С миром мертвым, там, хозяйка кладбища и так далее. Думая, что вот отнесли ему отку, продукты и все, теперь о нас забыли. Ничего подобного. С вас сдернут еще вашу магическую энергию для того, чтобы реализовать это. Без этого никак. Плюс вы должны понимать, что если черный маг, как говорится, воздействует на реальность. Ритуал, что такое ритуал? Вот черная магия ритуал. Что это? Это всего лишь, так сказать, объяснение себе, магу. Обращение в себя внутрь, что визуальное восприятие подмогающее, да? По сути, черный маг с большим опытом, он уже воздействует мысленно на реальность. Ну, это я вам так говорю, да? Понятным языком. Он мысленно воздействует на пространство. Ведьма черная тоже настоящая, конечно, не балаболка, которая ничего не знает, и ни символов, ни пентаграмм, ничего. О, это уровень колхоза. Туда надо возвращаться. Хотя есть в колхозе деревенские ведьмы, которые тоже могут по Степановой так хорошо долбануть. При этом еще и крестясь, и крестами и иконами увешився. Да, это потому что не значит, что она вот и иконами этими работает, да? А потому что за этим силой темно стоит. А вот это внешняя обложка только. Вот и все. В церквях же так же, у многих есть черные церкви, которые внешне все такие добрые, траля-ля. А потом мы видим покойники штабелями, все больные кривые уходят. Вы должны понимать, что если вы делаете черные ритуалы, то нужно тоже чиститься, специалист области магии. Как говорится, заниматься собой не значит пересчистиваться. Есть чистки, которые именно черные для тех мастеров созданы, которые именно занимаются магией. То есть, допустим, на черной, да, структурой вот этой более хаосной такой, которую постоянно сюда зовут в наш мир, потому что ее толком здесь не существует. Так вот, она создается, чисткает, для того, чтобы снять лишнюю вот эту погонь, которая вас облепила. Потому что вы тоже люди, вы тоже человек, который, допустим, с клиента, это со всех, там, после ритуала вот эта лишняя энергия, да? Не каждый может ее собирать, допустим, то есть, да, мне пришлось очень много времени потратить, чтобы научиться собирать вот эту энергию и использовать ее в плюс. Но не каждый может, некоторые говорят, ой, я тоже могу там собирать вот эту энергию после ритуала, остатки вот эти, да, распыляющиеся такая. Вы ее соберете и потом заболеете, вот и все. То есть, организм не способен перерабатывать. Поэтому со временем, когда человек долго занимается этим всем, у него и силы легко принимают, и быстро ритуал срабатывает. Но, одно но, платить нужно клиенту, и вам тоже платить нужно будет, да? То есть, своей энергией магической вкладывать ее, то есть, по сути, это все взаимосвязано. Нужно не забывать, что и маг тоже может получить по шее от сил, потому что иногда он может просто тупо заиграться из-за денег, из-за какой-то выгоды, из-за своей корысти, из-за того, что вот я такой, мою гордость задели, и я такой крутой, а тут какая-то совраска. Иногда нужно промолчать, нужно быть сдержанным, нормальным, адекватным человеком. Черный маг, это не именно... Ой, все, я-то вот, меня оскорбили, нас срочно в могилу извести. Но это бред. Понимаете, вы же адекватные все люди, вы... Нужно научиться сдерживать свою энергию. Даже если ваша энергия темная, даже если люди от нее колкость испытывают плохо им иногда, да? Не надо распылять ее на четыре стороны. Не надо. Она вернется к вам назад. То есть, вы сами испортите свою энергию. Будет откат в вашу же сторону. Я не говорю о тех людях, которые только пару секунд заниматься, пару заговоров сделали, и я уже черная ведьма, черный маг, все уже облачение, обложка и так далее. На том свете определится каждый человек, кто чего достиг в черной магии или какой-то магии. Поэтому ваша задача думать об этом и знать, что когда вы умрете, ваше тело физическое, энергетически вы будете очень развиты, если прошли очень большой опыт, приобрели по магии, и вы должны это все знать наизусть. Но тут светлую книжку свою не возьмете. Ну что ж, всем удачи, успех, с вами был Александр Пчуев. Надеюсь, вкратце хватит. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok